Зовут меня Николай Иванович Можно сказать, я потомственный пчеловод Были у отца пчелы, занимался он пчелами Ну и так передалось, что и я начал заниматься Я думаю, что он там радуется за меня Потому что брат не пошел по стопам его А мне вот они понравились И начал я заниматься пчелами Есть отца улья еще на пасеке Пасека это любительская, хоббийная, можно сказать Рамки есть еще отца Демар есть самодельный Стамеска самодельная Сделана его руками И пчелы сейчас живут в улях отцовских Отца уже давно нет А вот все это тепло его рук Тепло души его все это передается По счастливой случайности Мне удалось посмотреть канал Добрый Плотник И приобрести у него хороших пчел Бакфаст И вот так случилось Они у меня есть Вот они три башни стоят Это Вив-300 Уже они у меня три года Можно было и поменять Ну так, знаете, так жалко Классные такие пчелки Ну не знаю как А придется менять Ну а сейчас посмотрим Разберем вот эту башню Посмотрим Сколько они там принесли Потому что фальцелия Тут так цвела красиво Тяжелая Ёлки-палки Это вторая Наставочка у нас Красивая какая Вот она Да, вот крайняя Посмотрим крайнюю Да Удивительно, что Старушка Роиться не хочет И работает Ну это вот немножко Уже еще не запечатано Но скоро уже будет Так что Будем с медом, наверное Ну посмотрим еще одну Опа, блин Тяжеленная Тяжеленная наставочка Сегодня 1 июля Фальцелия Фальцелия Где-то вот это Недели-полторы Цветет Но Жарко Она очень быстро В этом году О Тоже полная О, там что-то Пристроили они Ага Вот тоже Ой, как потекло Течет прямо вот Так Ну может липа будет Добавят они тут нам Все тут Снимем это Ну еще одну Посмотрим Он тоже тяжеленько Хороший мой Бахфаст Расплодика Пристроила Расплод выходит И все уже Залито Ну сейчас Посмотрим еще Четвертый Снимем Что тут Они нам дали Ну это тоже Тяжелая А вот эту Наставочку Я ставил Где-то В начале Этой недели Вот тоже Полная Наверное Это Прошло Сколько Шесть дней Пять Пять дней назад Поставлено Вот Вся Вся блестит Вот они Тоже есть Немножко веса О Красавица Какая Все в Расплоде Три года Матки О Тут Трутни Красивые Какие Рыженькие Вот она Старушка Третий год Ей уже Она такая же Старушка Как и я Медленно Размеренно Ходит Вот она Три года И не собирается Не роиться Ничего Только Носит Мед Целоводу Хорошо И матки Ну Она своим делом Занимается И Даже Не обращает Внимания Что мы Тут ее Смотрим Толстенькая Раскормленная Собираем Обратно Гнездо Очень Поражают Они Пчелы Удивительные Существа Работать Одно Удовольствие С такими Вот это Бакфаст Не то Что Когда-то В детстве Спички Надо было Вставлять В глаза Чтоб Посмотреть Отец Смотрел Все Разбегались Кто Куда Все Собираем Назад Вот Такая Пчелка У нас Красивая Симпатичная Пчелка Башенку Эту На Место Раз Два Три Четыре Четыре Магазины Новые Не покрашены Не успеваю Делать Как они Носят Тут А вот Этот Тяжелый Не Поднять О Эйфелева Башня Уберем На Росиках Этих О Разби У той Черной Пчелы Можно Было Так Почистить Ни За Что Красота Это Все Пойдет Солнечную Воскотопку Это Мы Утеплим Чтоб Не Жарко Было Ну Вот А Сегодня С утра Ездил Купаться В 6 Часов Утро Правда Это Первый Раз В 6 Часов Став Обычно Всем Стаю Обливаюсь Зимой Каждый День Зимой Обливаюсь Холодной Водой Босиком По снегу А Классно Вообще Зимой Обливаться Вообще Класс Сейчас Расскажу Вам Историю Про Сына Меньшего До Как пошел Детский сад Так стали То Сопли То Воспаление То еще Что И помню Как сейчас На Новый год Уколы Колоть Иголка Это ломается Я эту иголку Под елку Малого В одеяло Выносим На снег Поставили Ведро Холодной Воды На него Хоп А он Его поставили А он Раз И удирать Куда И короче Температура Пошла Немножко Ниже 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 Через Два Часа Опять Облили И вот С тех пор И все И пошло Его Обливали Потом Он сам Уже Стал Обливаться Ну Вот так И дела Вот такая История Была Ну Сейчас Вот Липа Должна Затвести Ну Не знаю Как мой Бача Говорил Раз В 10 Липа Дает Мед В наших Краях Не знаю Ранние Медоносы У нас Тут Хорошие Но В этом Году Весна Такая Была Что Ничего Они Там Не взяли Лес Тут Болото Так Ну Благодаря Доброму Плотнику Он Подбив Меня Скажем Так На Мотководство И Я Приобрел У него Ио Виф 58 Ну Сейчас Посмотрим Как Она Это Было В прошлом Году Перезимовали Хорошо Они Ну Слабенько Правда На Четырех Рамочках Но Они Сейчас Вот Посмотрим Как Они Развились Как У них Пошло Все Так Поехали О Отцовское Утепление Еще Осталось Тоже Это Маты Такие Ох Красавица Золотая Все Тут По-моему Залито О Какая Красивая Уже Начинает Печаточка Беленькая А пчелка Рыженькая Голден Беларусь Беларусь Вот Она Вот 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 Она Красавица Какая Рыженькая Это По-моему Неделю назад Наверное Ставлено Ну Вот Ну Гнездо Немножко Подзалито Я тут Опоздал Наверное С постановкой Надо Срочно Им Подставить Вот Вив 58 Вот Такая Красивая Пчела Ходит Своё Дело Делает Ну Вот Все Засеяно Тут Я Уже Делал Прививку От этой Матки Уже Есть Плодные Ну Клеуса Правда Сидят Надо Менять Надо Добавить Наверное Им Магазинчик Сегодня Правда Ничего Нет У нас Вот Она Какая Пчела Рыженькая Золотая Были У меня И черные И серенькие Там Всякие Ну Вот Это Классная Красивая Пчелка Золотая Прямо Вот Такая Пчела Бакфаст Ну Как итог Хочу поблагодарить Доброго Плотника В первую очередь За Его Материал За Его Работу За Труд Что Он Нам Дарит Этих Маток Знакомит Нас Учит Поблагодарить Свою Семью Супругу Что Они Терпят Этих Особенно Аборигенов Этих Когда Терпели Пчел Хочу Пожелать Всем Добра Мирного Неба Нашей Планеты Чтобы Был Мир Всего Хорошего Пчеловодам Сезона Хорошего Медосборов Хороших